всем привет вы на канале вышивка плюс и сегодня а я хочу вам показать посылочку из магазина мир вышивки в трансляции мы с вами уже подробно обсуждали новинки а также скидку которая проходит на наборы dimensions кстати скидка еще действует до 4 июля так что посмотрев это видео вы успеете сделать заказ у вас есть еще два дня очень большое поступление перенаборов dimensions и скидка 15 процентов если вы еще ни разу не делали заказ то вы можете получить дополнительную скидку 10 процентов по моему промокоду инесса под видео есть ссылочка для перехода в магазин и также там написан промокод в общем если сплюсовать 15 10 процентов получается 25 процентов скидка она набора dimensions я считаю что это прекрасная скидка посмотрите какой наборчик ко мне приехал вот такой я выбрала набор но вы знаете что я не поклонница dimensions но все-таки некоторые дизайны мне у них нравится и вот этот набор мне давно нравится кстати на всех сайтах он называется калибри и клематис так я к сожалению не переводила что написано здесь на наборе но на всех сайтах написано что это калибри и клематис но поскольку я занимаюсь цветоводством не профессиональным конечно любительским но это гибискус это никак не клематис я точно знаю что это гибискус ну и калибри в основном сидят на этих цветах да вот смотрите но это явно гибискус ну ладно это не важно собственно это не важно артикул этого набора 13 667 девчонки поскольку я не фанат dimensions я сейчас не могу сказать перевыпуск это или нет скорее всего это перевыпуск как я делаю вывод вот смотрите здесь надпись содержит русскую инструкцию раньше в наборах dimensions инструкции русской не было а в этом наборе есть ну так же я люблю канву 14 каунта вот видите да здесь канва 14 каунта молочного цвета а собственно планшетки точно такие же как и были в наборах dimensions нитки соответственно тоже такие же в общем комплектация набора абсолютно такая же как и было ранее написано сделано в китае это точно также и раньше наборы были китайские но я не беру когда еще не был до дименшинс китайским я стала увлекаться вышивкой когда уже был дименшинс китайские американских у меня наборов нет меня вполне устраивали эти китайские наборы и я думаю этот набор абсолютно ничем не хуже многие раритетные наборы с рук стоят бешеных денег но сейчас можно эти наборы уже приобрести по доступной цене в перевыпуске мне интересно как выглядит схема я полностью обзор на набор делать не буду потому что у меня есть еще другие наборчики которые я хочу показать в том числе у меня есть новинка поэтому подробный обзор я делать не буду в принципе вы все уже много раз видели наборы дименшинс единственное я хочу посмотреть какая здесь схема отличается она или нет тех схем которые были ранее упаковка очень крепкая если мы ее разорвем уже второй раз ее заклеить не получится практически не вскрывается поэтому мне придется воспользоваться ножничками конечно же это не очень удобно что набор распечатываешь и потом уже не можешь его заклеить но многие вышивальщицы приобретают наборы и сразу их не вышивают но как-то я больше люблю конечно же когда это можно упаковать но опять же но это не критично это не критично в принципе все это сделано для того чтобы пока набора доедут до покупателя они не были вскрыты где-то по дороге или в магазинах по сути для покупателей это очень хорошо что такая крепкая упаковка так я достану только схему и посмотрю схемку так на иголочка все то же самое в таком же пакетики иголочка точно такая же игла как и были раньше так но и схемка схемка мелковата но собственно у dimensions она такая же мелкая и схема черно-белая так должна быть трехцветная в принципе вижу я черный цвет красный не вижу синего цвета схемка не трехцветный а двухцветная вот пожалуйста символ это черный и символ красный то есть здесь используются два цвета а не три как было в dimensions хотя я не буду утверждать возможно именно в этом наборе раньше тоже была такая схема возможно трехцветная была схема только в тех наборах которые у меня были ранее другие наборы я не видела поэтому утверждать не могу возможно точно такая же схема была вот ну в принципе на первый взгляд ничего не изменилось значки все те же самые вот я вышиваю маги рукодельницу собственно значки здесь похожи вот теперь покажу дальше какие наборчики еще ко мне приехали вот такой набор это новинка вышла буквально недавно от фирмы реолис вышивается ниточками анкор шерстью я не вышиваю здесь хлопковые мулины анкор акварельные георгины называется набор размер 30 на 30 сантиметров я не очень люблю акварельные рисунки но если мы посмотрим а вот на этот дизайн то я бы не сказала что он очень размытый очень акварельные в принципе а достаточно четко прорисованы цветы я очень люблю цветы цветочные букеты и из этой серии я уже вышивала у меня есть акварельные герберы вот сейчас вы видите на экране готовую работу мне очень понравились эти герберы и остальные как-то наборы из этой серии я вышивать не хотела но когда я увидела вот эту новинку мне захотелось вышить из этой серии георгины а там еще есть по моему есть акварельные флоксы по моему тюльпаны жасмин что-то сейчас уже я точно не вспомню но много там целая серия розы есть акварельные это большая серия все они размером 30 на 30 сантиметров все они вышиваются на конве 14 каунта но вот я как-то не очень хотела их вышивать а когда увидела георгины я их захотела вышить но я сами цветы люблю георгины здесь вот не махровые георгины а их называют веселые ребятки сажаются семенами я огородник поэтому я сажаю такие цветочки я очень их люблю и мне нравится этот букетик поэтому обязательно буду вышивать артикул этого набора 18 20 вот такая замечательная новинка вышла у фирмы риолис но у риолис вот такая сейчас намоточка ниток я пока еще не вышивала набора с такой намоткой и вот здесь у нас представлены новинки какие вышли недавно у фирмы риолис конечно шерстью тоже много новинок а вышло но вот здесь представлены новинки которые вышиваются ниточками анкор вот в этом наборе у меня используется 25 цветов написано вот здесь 25 цветов мулине а вот такой еще очень красивый букетик новый вот ну в общем вот такой наборчик приехал ко мне и еще один наборчик это броши а для меня фирма это новая фирма вдв посмотрите какие две брошки вышиваются бисером и сейчас я сделаю обзор вот на этот набор потому что мне самой очень хочется посмотреть что же есть в этом наборе для меня все это в новинку броши я еще не делала у меня есть наборчик с брошами но я еще его не изготавливала и очень очень интересно мне посмотреть что же входит вот в этот набор вот сейчас я вижу даже тут бисер по моему разного размера ну в общем сейчас мы с вами все посмотрим я думаю вам тоже будет интересно в комплекте две броши цена у этого набора недорогая есть броши где одна брошь стоит значительно дороже чем вот в этом вот этот набор где две броши видите да размер 6 на 3 сантиметра это маленькие брошки артикул набора бр-006 ну в общем сейчас мы вскроем ни одного набора от фирмы в дэвэ у меня нет ну в общем я думаю вам тоже будет интересно посмотреть что же входит в этот набор и так в набор входят две заготовки эти заготовки на плазелине то есть уже на ткани напечатан напечатана схема также здесь напечатан ключ то есть все вышивается так же как на других основах до где схема напечатана я в общем то люблю вышивать я люблю вышивать не на чистой конве а бисером а люблю вышивать по напечатанной схеме как раз то здесь меня ничего не смущает вот иголочка вот в принципе все нормально здесь не вижу я ничего 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 чтобы мне не нравилось да ну я вам просто свои первые впечатления первые впечатления первые впечатления рассказываю а также здесь инструкция есть по сборке все написано подробно все написано подробно и давайте посмотрим что же что же входит в этот набор так я вижу сразу что здесь есть флазелин вот он флазелин вижу нитки так нитки на первый взгляд похоже на шерстяные я шерстяными нитками не вышиваю я не знаю пока для чего они нужны потому что здесь вот есть белые ниточки вот этими нитками явно пришивается бисер так эти нитки они наверное нужны для того чтобы обшивать по краю то есть нужно наверное обметать край но это не проблема я найду нитки в цвет хлопковый так и здесь есть два кусочка фетра понятно что фетр для обратной стороны наверное вот этот фетр для лимончика а вот этот фетр для киви вернее не лимона апельсин то есть получается апельсин и это наверное киви надеюсь я правильно определила эти фрукты так дальше бисер бисер разного размера вот я вижу здесь есть бисер так бисер чешский пока я не не прочитала еще инструкцию но на первый взгляд я вижу что бисер чешский десятого десятый номер до десятый и вот такой вот еще есть крупный вот этот крупный он пришивается по краю и вот есть две бусинки вот бусинки в серединке вот одна и вот здесь вот наверное вторая кстати здесь бусинка похоже на желтую а здесь у меня белая бусинка здесь у меня белая бусинка хотя здесь вот нигде белого цвета нет в киви а нет неправильно я говорю вот две желтые бусинки так а здесь одна это наверное с запасом я так думаю нужны нам одна бусинка сюда одна сюда здесь нам положили наверное на запас две бусинки на случай если потеряется здесь вот такой еще есть бисер тоже по краю пришивается но в общем бисер двух размеров и крупная бусина и больше всего меня волновал вопрос где же застежки вот они застежки вот две застежки они здесь пакетики просто я посмотрела отдельно нигде нет я уже запереживала что забыли положить застежки или они не входят в набор я уже подумала что мне придется их где-то отдельно искать нет они вот здесь пакетики с желтым бисером такие две застежки так но что я хочу сказать что комплектация отличная отличные так чтобы вам точно точно уже сказать какой здесь бисер я сейчас прочитаю вот на английском языке на английском языке на все написано и вот я вижу пресиоза пресиоза хоть и я плохо знаю английский язык но пресиоза я прочитать могу на вот значит здесь бисер пресиоза но я в принципе вот так уже по палитре уже поняла что пресиоза потому что я очень много вышиваю икон чешским бисером и даже по оттенкам бисера мне кажется что я уже могу определить хотя но не факт может быть в других других фирмах тоже есть похожие оттенки ну ладно это сейчас не важно смотрите что еще есть рубка вот такая вот мелкая черная рубка интересно вот она здесь используется я вижу черная вот такая рубка вот кстати рубка я не вышивала я только занималась бисероплетением немного и рубка часто бывает режет нитку нужно быть не поаккуратнее вот поэтому однозначно буду в две нити хоть здесь в инструкции показана по моему одна нить и многие вышивают бисером в одну нить я буду вышивать бисером в две нити тем более вот что здесь есть вот такая острая рубка ну все вот такая вот посылочка ко мне приехала надеюсь вам было интересно посмотреть мое видео если интересно не забудьте поставить лайк подписывайтесь на канал кто еще не подписался жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео всем желаю удачи с вами была инесса пока 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 пока